город куксхаффен пол седьмого утра новый день красочно готовится к своему началу солнце готовится показать себе во всей красе и вот-вот появится за горизонтом я тоже на готове с предвкушением ожидаю рассвет и собираюсь отправиться в увлекательное путешествие в новые для меня места в общем друзья как видите все при делах ну что будем начинать сегодня мы отправимся на единственный немецкий остров открытом море под названием хельголан или же как его переводят иногда гельголан многие о нем в принципе вообще никогда ничего не слышали для других же он уже более как 100 лет отличная возможность для безналогового шопинга а некоторые такие как я еду туда для того чтобы полюбоваться уникальными красными скалами белым песком дюн а кому повезет еще и редким видом пернатых особенно осенью и весной то время когда здесь делают остановку тысячи самых разных перелетных птиц если куксхаффен где мы с вами сейчас прогуливаемся и о котором я рассказала в прошлом выпуске территориально относится к земле нижняя саксония гельголанд находящийся примерно в 70 километрах от материка это уже другая федеральная земля а именно шлезвик-гольфштейн немного практической информации добраться на чудоостров можно из трех аэропортов на небольшом самолете причем из-за коротких взлетно-посадочных полос летать туда могут только специально обученные пилоты более популярный и относительно дешевый способ это конечно же морской на хельголанд вы можете уплыть из семи немецких портов гамбурга бюзума зильта нордена кукзиля куксхаффена и бремер хаффена я как вы поняли выбрала куксхаффен из которого к нашей цели ежедневно отправляются сюда различных типов как корабли побольше с хорошей стабилизации при этом такой мини круиз займет более двух часов так и паромы или же как их здесь называют скоростные катамараны они домчат всех желающих на остров открытом море за 75 минут цены зависимости от выбранного перевозчика и транспортного средства могут варьироваться расписание тоже зависит от сезона и конечно же учтите тот факт что при неблагоприятных погодных условиях поездку могут вообще отменить поэтому рекомендую проверять погоду заранее чтобы не ночевать потом под дождем с птицами на скалах билеты можно легко заказать онлайн ну а я по старинке купила их туристическом центре морская прогулка мне предстояла на такого скоростном кораблике nordlicht мой билет стоил или 50 или 55 евро в одну сторону сожалению сам билетики не сохранила поэтому сейчас не помню так что извините за такую неточность зато сообщу что если вы будете брать билет туда и обратно то сможете сэкономить пару евро на мороженое так ну а мы уже с вами практически на месте время в дороге пролетела очень быстро важная информация никого из пассажиров не укачала на борту кстати можно было еще купить еду и напитки а также выйти на заднюю палубу и полюбоваться морскими пейзажами вдали виднеется соседний сель голодном остров который мы с вами совсем скоро посетим ну а наша цель все ближе и ближе хочу еще отметить что с погодой мне невероятно повезло остров встретил нас летним теплом и солнцем большим плюсом удивительного хальгаланда является размер его длина составляет всего лишь около двух километров а ширина 600 метров вот в какие края на занесло открою вам один секрет по подсчетам ученых приблизительно через 70 тысяч лет этот уникальный клочок земли в северном море исчезнет но пока все выглядит безопасно и красиво именно так решила 1400 человек официально здесь проживающих триста пятьдесят тысяч любопытных туристов в год и я в их числе в основном хальгалан посещают конечно однодневные туристы я же решила что четырех пяти часов на всю эту уникальную красоту мне не хватит и осталось здесь ночевать что впоследствии как оказалось было отличным решением ведь пяти часам туристы разъезжаются и остров в вашем распоряжении прибыли мы в небольшую бухту с милейшими разноцветными домиками которые смело можно назвать одной из визитных карточек хальгаланда вот до чего же они создают прекрасную и радостную атмосферу для приезжих вроде бы мы в германии а вроде бы и нет глядя на всю эту красоту родившийся здесь немецкий детский писатель и поэт джеймс крюс наверняка повторил бы свою известную фразу остановите часы забудьте о времени я хочу рассказать вам истории у автора книги для детей тим талер и проданный смех именно хальгаланд во многих его произведениях является местом фантастических приключений да и в целом остров как магнит постоянно притягивал к себе и вдохновлял не одну творческую личность фотографов художников его несколько раз посещал генрих гейны дядя которого сколотил в этих краях большое состояние занимаясь между прочим контрабандой здесь были кавка франц лист а еще на хальгаланде на музыку гайдена была написана так называемая песня немцев третий куплет который с 1952 года является гимном федеративной республики германии а вот кстати памятник его автору который находится на променаде острова в общем по дороге к моему отелю друзья я шла и думала это просто удивительно как на каких-то четырех квадратных километрах могло произойти столько разных событий ведь остров успел побывать под властью дании великобритании немецким он стал на самом деле лишь 133 года назад в разные века он был домом для пиратов перевалочным пунктом для контрабандистов сюда съезжались разные ученые чтобы изучать поведение морских птиц и животных и нам с вами еще предстоит узнать не одну его тайну а вот друзья смотрите чего чего но экскурсионных автобусов на таком в кавычках большом острове я встретить но никак не ожидала действительно не хальголанд а просто чудо остров а я между тем добралась до моей гостиницы интересно что чекин я должна была делать в посольстве хальголанда поселиться я решила на нижней части острова на главной торговой улице возле променада хоть хальголанд конечно и небольшой но так как здесь запрещено движение транспорта и даже велосипедов выбрала я все-таки себе отель поближе к причалу чтобы не особо напрягаться с багажом вроде как на пристани я видела служебные электрокары которые развозили чемоданы но такую услугу видимо нужно было бронировать заранее я же заказывала все уже непосредственно на пути к хальголанду считайте за час до заселения так что я в принципе была счастлива что вообще сумела заказать хоть какой-то номер кстати в этой гостинице он уже был последним летом конечно же рекомендуют все делать заранее так как отели разбирают на месяц и вперед оставив багаж в номере я отправилась изучать хальголанд не забываем о том что остров не входит ни в таможенную территорию европейского союза не в налоговую территорию германии поэтому на всякий случай я естественно забежала на минуточку в магазины дьюти-фри ну в очередной раз убедилась что даже с налогами в обычных магазинах можно купить товары значительно дешевле особенно онлайн хотя конечно же путеводители пишут что благодаря беспошлиной торговли товары здесь можно приобрести на 20-40 процентов дешевле что ж спорить не буду возможно я просто приехала сюда в неподходящий момент в этой яркой интернациональной лавочке а можно будет купить булочки с рыбой на этой же улице как вы видите находится городская ратуша где принимаются все важные решения по острову ну а я пошла в туристическую информацию чтобы узнать как доехать до соседнего острова который мы сами видели из корабля дело в том что там находится лежбище тюленей и я непременно хотела его посетить а вот посмотрите какие интересные деревянные сиденья я бы могла на них почилить целый день но не могу тюлени ждут сейчас расскажу как к ним добраться причем находится в пяти минутах ходьбы от туристической информации просто сверните налево и вы практически сразу на месте хельголанг является по сути архипелагом естественная связь между островами была затоплена около 300 лет назад в результате сильного шторма а около шести с половиной тысяч лет назад остров представляете был даже частью материка но море взялось свое как я прочитала сейчас существует даже проект по которому с помощью насыпи хотят восстановить наземную связь между островами будет он реализован или нет вопрос все еще открыт а пока все это решается между островами активно работает паромное сообщение лодки курсируют каждые полчаса с утра до вечера время в пути около 10 минут билет туда и обратно стоит 6 евро можно заплатить прямо на лодке при планировании посещения дюн всегда учитывайте сезон и погодные условия чтобы вы успели вернуться так друзья ну а мы на месте причал выглядит как какая-то индустриальная геометрия но когда все разойдутся здесь такая тишина вот что-то в этом есть сразу же так сказать при входе нас знакомят с правилами острова собак брать сюда нельзя ходить желательно по обозначенным дорожкам естественно убирать за собой мусор чтобы сохранять нашу природу купаться рекомендуют только на специально отведенных для этого пляжа из-за сильных подводных течений также очень просят соблюдать 30 метровую дистанцию если вы встретите тюленей во первых мы должны уважать их право на восстановление сил и наличное пространство а во вторых эти милашки все-таки как никак хищники зубов у них хватает и их укус может закончиться серьезным инфекционным заболеванием в двух минутах от пристани есть туалет и комната ожидания где если что можно укрыться в случае дождя сам же остров может похвастаться двумя пляжами южным около лежбища тюленей и северным внимание нудистским так что если кто вдруг не привык имейте эту пикантную особенность в виду это указательное место где вы сможете взять в аренду типичную для северной германии пляжную корзину наверное все-таки лучше решить все прямо здесь чтобы потом не пришлось возвращаться я начала свою прогулку в южном направлении и поспешила на встречу с братьями нашими меньшими и вот друзья вы знаете несмотря на то что длина этого острова составляет всего лишь чуть больше одного километра тем не менее находясь здесь кажется что мы попали в какую-то прекрасную бесконечность которая в сумасшедшем темпе современной жизни наконец-то позволяет остановиться побыть наедине с собой и своими мыслями людей на острове немного и все как будто сговорившись стараются друг другу не мешать это просто какой-то рай время проведенное в таких местах на мой взгляд просто бесценно я невероятно рада что открыла для себя эту маленькую но такую великолепную частичку нашей потрясающей планеты а вот друзья и наши красавцы люди как видим послушно стоят за табличкой которая определяет границы лишь бишь животные нежатся на солнце а я сто раз жалею что не взяла с собой камеру но зато хоть посмотрела вдоволь на тюлени а не была занята производством сотни фотографий затем я решила обойти остров и буду вас сейчас память прекрасными морскими видами хотя буквально в паре десятков метров меня поджидал приятный сюрприз тюлени индивидуалисты отдыхающие не так как все сейчас я вам их покажу хорошо же все таки тюленям на диетах им сидеть не нужно ведь джюль этим зверям не необходим не только для того чтобы не мерзнуть но и для того чтобы сохранять лучшую плавучесть самцы тюлени могут жить около 25 лет а вот самки до 35 к тому же и те и другие способны различать запахи на расстоянии до нескольких сотен метров так что есть шанс что тюлени оценят ваш новый парфюм между ноябрем и январем у них рождаются детеныши как я прочитала для такого события даже организовывают специальные экскурсии а мы с вами пришли уже на северный пляж здесь кстати было много всяких птиц очень красивая и спокойная место вода как по мне было немного холодноватое ну люди купались видимо привыкли к здешним температурам а Субтитры сделал DimaTorzok Прямо за пляжем находится местный аэропорт, а неподалеку, за защищенной от ветра естественной стеной среди природной идиллии, вы обнаружите кемпинг-площадку, где могут остановиться любители отдыха с палаткой. Если пройти немного дальше, уже в сторону причала, то мы окажемся в деревне с такими милыми разноцветными бунгало. Это, по-моему, вообще что-то потрясающее. Действительно, как заявляют на официальном сайте этого поселка, вас ожидает отдых современного Робинзона. В домиках есть кухня, спальни. Единственный минус – продукты, как я понимаю, нужно везти с собой, потому что магазинов здесь нет. Ничего нет, кроме природы, шума волн, рассветов, закатов и ваших соседей тюленей. Пожить в бунгало можно с марта по октябрь. Минимальное количество ночей – 5 в межсезонье и 7 в главный сезон. Цены, конечно, не самые дешевые, зато место уникальное, практически на краю света. И как бы здесь хорошо не было, но нам, друзья, пора возвращаться на главный остров, ведь там мы еще практически ничего не видели. На месте можно, конечно, прогуляться по спокойным чистым улочкам Хальгаланда, на которых расположены максимум трехэтажные дома. Многие квартиры в них сдаются в аренду для отдыхающих, а за очередным поворотом то и дело встречаются маленькие ресторанчики. Я сейчас, друзья, предлагаю посетить верхнюю часть Хальгаланда, ради которой, собственно, все сюда и едут. Подняться наверх можно на платном лифте, который находится в конце главной улицы. Мой билет был включен в стоимость проживания в отеле, поэтому я решила его использовать, вместо того, чтобы подниматься от 184-ступенчатой лестницы вверх. Прямо перед лифтом не пропустите уникальный музей, в котором вы узнаете о тайном подземном мире Хальгаланда и о том, как остров пережил мировые войны. Шахтерам потребовалось три месяца, чтобы завершить строительство этого прохода в скале и натолкнуться на исторический бункерный туннель. На самом деле, этот с виду милый островок, как швейцарский сыр пронизан бункерами и подземными ходами, иногда даже с двусторонним движением. Только представьте, когда-то этот стратегический военный объект был целым городом под землей. Так, друзья, за разговорами мы успели подняться наверх и прогуляемся сейчас к главному символу Хальгаланда в 47-метровой скале из красного песчаника, которая называется Ланге Анна, что в переводе означает «длинная Анна». Именно туда слетаются тысячи разных птиц. Давайте-ка посмотрим, встретим ли мы их там сегодня. А это, взгляните, соседний остров, откуда мы только что приехали. Каким же он кажется крошечным. Наш небольшой хайкинг будут сопровождать восхитительные виды на остров, море и, конечно же, скалы. Маршрут является круговым, и мы в конце снова вернемся туда, откуда его начинали. Но чего же здесь все-таки красиво? За эти два чудесных и динамичных дня на Хальгаланде я, друзья, так отдохнула и узнала массу нового, что у меня создалось впечатление, как будто нахожусь я здесь уже около недели. В редких местах случается такой интенсивный отдых для души. Здесь действительно на каждом шагу удивляешься, восхищаешься и просто радуешься жизнью. А это, посмотрите, улочки верхней части острова. Вы же понимаете, я была бы не я, если бы не заглянула и сюда. Все туристы уже разъехались и в данный момент вокруг царят покой и идиллия. Возле каждого дома вы обнаружите маленькие уютные цветущие садики. Думаю, в этой части острова уже по большей мере проживают местные жители и они дружно устроили себе здесь райский уголок. В центре расположена церквушка, к сожалению, закрытая. Было бы очень интересно посмотреть, как там все внутри. По дороге мне встретились старые фотографии острова. Как вы видите, раньше он выглядел совсем по-другому. К сожалению, во время Первой мировой войны Хельголанд превратился в ворскую крепость для защиты побережья Северного моря. И жители тогда еще курорта вынуждены были его покинуть, а вернувшись, обнаружили лишь руины былых красивых зданий. Постепенно все стало налаживаться и обустраиваться. Эти чудесные места вновь стали посещать туристы. Но, как мы знаем из истории, вскоре началась Вторая мировая война и гавань переоборудовали под крупные военные корабли и подводные лодки. Жившим здесь людям приходилось порой по несколько раз в день спускаться в бункер, который мы ранее видели, ведь почти все эскадрильи бомбардировщиков-союзников пролетали над Хельголандом. Поэтому сначала объявлялась тревога здесь и лишь позже население узнавало, что самолеты летели по какому-то другому направлению. В 1942 и 1943 годах практически не было ни одного дня, когда бы не приходилось спускаться в бункер, а часто это нужно было делать по нескольку раз в сутки. Но, друзья, данная история была не самой страшной. Прямо сейчас мы находимся рядом с местом, глядя на которое, вы бы, возможно, подумали, ах, какой замечательный природный ландшафт и до чего уютно смотрятся домики, как будто спрятавшиеся здесь от ветра. В дни моего посещения там даже проходил средневековый рынок, народ веселился и развлекался. Но, могли бы вы предположить, что на самом деле мы с вами стоим прямо возле кратера, возникшего в результате самого большого неядерного взрыва в истории? Дело в том, что с помощью дистанционной детонации 18 апреля 1947 года британцы взорвали более 7 тысяч тонн боеприпасов Гитлера, хранившихся в подземных бункерах и тоннелях. Облако дыма и пепла высотой до 4 километров было видно вплоть до Куксхафена. Несмотря на все это, остров выстоял. Единственным зданием, на удивление пережившим Вторую мировую войну без серьезных повреждений, оказался маяк. Эвакуированные жители, наблюдавшие с материка, как взрывали их родной остров, спустя несколько лет смогли вернуться. И сегодняшний Хальголанд это уже не груда военных обломков, а прекрасное место для отдыха с чудесной, уникальной природой, напоминающей человечеству о бессмысленности любой войны. Кратор и историю этого великолепного места рассказал и показал мне местный житель, с которым я случайно заговорила. Также он сказал, что лучшего места для него нет во всем свете и что он очень любит свой прекрасный Хальголанд. Ну а я вернулась на дорожку, ведущую к Скалиланге Анна, и мне так захотелось поверить, что скоро все войны закончатся и люди, вынужденные бежать от захватчиков, вновь вернутся в свои дома и смогут любоваться красотами родных мест, которые любят всю свою жизнь. Я, конечно, не знаю, друзья, насколько видео может передать фантастическую атмосферу этого места. Ближе к закату здесь очень тихо, свободно и красиво. Вокруг острова можно еще отправиться на морскую прогулку на лодке, но у меня, к сожалению, не хватило на это времени. Думаю, что на закате такой вояж вокруг Красных Скал украсил бы любое путешествие. А здесь же наверху, при желании, вы можете узнать еще много интересного об острове. Обратите внимание, по всему маршруту расставлены такие вот инфостенды в форме пирамиды, рассказывающие увлекательные факты о Хельголанде. Таким образом, ваш поход может стать еще и невероятно познавательным. Кроме того, на вашем пути будет встречаться много смотровых площадок или же просто возможностей для отдыха, чтобы по-настоящему насладиться моментом. А мы уже с вами почти у цели. К сожалению, много птиц сегодня здесь не было, но некоторых пернатых мне все-таки удалось увидеть. Посмотрите, какие они красивые. Признаюсь, я не особо разбираюсь в их разновидности. Возможно, кто-то из вас подскажет, как называются эти милые птички. Вроде как, по картинкам Википедии, они похожи на северных олуш, которые обычно гнездятся на обрывистых скалистых берегах. Но на 100%, друзья, я, естественно, не уверена. Хотя, вот подождите, на табличке написано, что эти птицы действительно обитают на Хальголанде. В общем, я думаю, что это они и есть. А прямо через пару метров меня поджидала гордая неприступная скала Северного моря. Собственно, цель моей поездки, на пути к которой я совершила невероятное, удивительное и непохожее на другие путешествия. Спасибо тебе, Анна. Я знала, что наша встреча будет прекрасной и особенной. Очень надеюсь, что этот великолепный природный памятник еще многие века будет радовать все новые и новые поколения и выстоит в любую непогоду. По крайней мере, жители Хальголанда постарались принять меры по предотвращению ее обрушения. Будем держать кулачки. А мне между тем пора было уже подумать об ужине. Аппетит за целый день я нагуляла приличный. Насладившись всей этой красотой, я отправилась на поиски ресторана, который мне любезно порекомендовала местная жительница. Обратная дорога была уже не такая скалистая, но не менее живописная. Вот посмотрите, я даже повстречала овечек. В общем, в этот раз у меня выпуск получился просто в мире животных. Мне посоветовали два ресторана, где можно поесть вкусную рыбку. Атлантис и Мокоштубен. Первый, к сожалению, был полностью зарезервирован, а вот во втором мне чудесным образом удалось рвать последнее местечко. Рыбой и вином, который мне порекомендовала очень дружелюбная официантка, я осталась очень довольна. Конечно же, на вкус и цвет товарищей нет, но я думаю, что этот ресторан, если вы вдруг будете посещать Хельгулан, могу теперь порекомендовать вам и я. После вкусного плотного ужина, чтобы растрясти калории, я спустилась в гостинице по лестнице и еще прогулялась к причалу. Мне хотелось на память о посещении этого чудо-острова иметь как можно больше разных воспоминаний и, конечно же, поделиться ими с вами. А на следующий день, утром, меня уже будет поджидать кораблик, который отвезет меня к моей новой цели в рамках этой поездки по интересным местам Северного моря Германии. Город, куда я поеду, я хотела посетить уже очень давно и, наконец-то, это стало возможным. Но, друзья, пусть интрига пока что останется интригой. Открою вам все карты касательно того, где я очутилась на следующий день уже в следующем выпуске. Не пропустите? А сегодня напоследок хочу сказать, что иногда путешествия на самом деле это даже не про посещение какого-то определенного места. Некоторые путешествия, как это со мной случилось в этот раз, это, скорее всего, только про вас. Про новые ощущения, чувства, яркие эмоции и искренний диалог с самим собой. Два волшебных дня на Хельгаланде оказались настоящим отдыхом для души и я невероятно благодарна этому месту за заряд позитивной энергии и внутреннюю улыбку, с которой я отсюда уезжала. Буду всегда вспоминать с огромной теплотой об этой поездке. Желаю и вам, друзья, гармонии, прекрасного дня и, конечно же, до встречи в новых интересных местах. Пока!